Всем привет! Сегодня мы с вами коснемся темы хранения, так как она не перестает быть актуальной и по ней всегда возникает много вопросов. Так, все места для хранения должны быть разбиты на три категории. Долгосрочное хранение, например, сезонные вещи. Для них можно использовать антресоли в шкафах, не самые удобные углы в гардеробной, если такие получились, или просто дальние части шкафа. Второе. Это вещи ежедневного использования. Они должны быть в легком доступе, но при этом ничего не должно мешать добраться к ним, или наоборот, чтобы убрать. Например, те же джинсы должно быть легко достать и убрать, чтобы стулья не обрастали вещами. Третье. Это мелочи для постоянного пользования. Зарядки, крема, все, что используется по нескольку раз в день. Такие вещи самые коварные, потому что они создают визуальный шум. Горизонтальные поверхности и вещи, у которых нет места – основной источник спорядка. И в этом случае помогают корзинки и ящики для сбора вещей. Не всегда получается положить вещь на место, особенно если оно труднодоступное, или вы знаете, что в ближайшее время она вновь пригодится. Тогда можно поставить корзинку, куда эти вещи будут попадать, и раз в какое-то время ее разбирать. Это уменьшит визуальный шум. Продумать, где будут храниться мелкие вещи. Ключи, перчатки, шарфы, крем. Если у них нет места, они так и будут блуждать с места на место и создавать беспорядок. Определить хранение для крупных вещей. Чемоданы. Кстати, в них тоже могут храниться вещи. Книги, коллекционные предметы, спортивное оборудование. Если вы знаете, что у вас есть потребность в хранении таких предметов, заранее предусмотрите для них место. Иначе потом придется жертвовать шкафом для хранения в нем сноуборда. Бытовые предметы. Ведра, тряпки, гладильная доска, пылесос. Им тоже необходимо место. И желательно там, где они сразу будут применяться. Доска достал и погладил. Ведро рядом с местом набора воды. Кстати, ведро и тазы могут быть складными. И это прилично сэкономит место. Детское. Тут хранение зависит от возраста ребенка. Все вещи разбиваются на три категории. Ребенок достает сам, с родителями и только родители. Внизу должно быть открытое и легкодоступное хранение. Желательно без дверей, чтобы использование было безопасным. Легкие корзины, ящики, контейнеры не только безопасны, но и будут учить ребенка сортировать игрушки, и ему будут легче убирать их на место. И если внизу хранение прозрачное и открытое, то сверху оно должно быть закрыто над дверьми, чтобы ребенку не попадались на глаза игрушки, в которых ему необходим взрослый. Кстати, корзины в тон комнаты помогут скрыть визуальный шум от разноцветных игрушек. Санузел. Предусмотреть заранее места для полотенца, халата, косметических принадлежностей. Если есть возможность, убрать все баночки максимально в шкафы. Либо предусмотреть более закрытые полки для хранения. Мыло, геди для душа, шампуни. Можно переливать в многоразовые стильные емкости, и это уберет визуальный шум от разных баночек. И самый главный совет. Для организации хранения необходимо мысленно прожить день в квартире. Пришли домой, разделись где? Одежду повесили, куда? Кто-то не любит открытую одежду на крючках. А кто-то точно не будет открывать постоянно шкаф, чтобы убрать туда верхнюю одежду. Или когда готовите. Как часто вы это делаете? И какие предметы вам необходимы? Если кухонные принадлежности убрать далеко, то вероятно, вы не будете их постоянно убирать на место. А они так и останутся лежать на рабочей поверхности. И лучше для них сразу предусмотреть удобное для вас место для хранения. Проживая день в квартире, подумайте, куда вы будете убирать одежду, переодеваясь или готовясь ко сну. Это будет шкаф. Или, возможно, необходима банкетка или вешалка. Куда можно будет аккуратно повесить одежду. Чтобы не оказалось, что единственное место – это пол или стул. И самое главное – хранение – это индивидуальная история. И опираться необходимо на свои привычки. А если вы разрабатываете проект с дизайнером, обязательно расскажите ему свои пожелания. И если в ближайшее время вы планируете создать интерьер своей мечты, подписывайтесь на наш канал. Наши контакты в описании. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok